Холмогора, Архангельская область, откуда к нам в Москву приехал Михаил Ломоносов. Через 200 примерно лет случилась другая история с Холмогорами. Там жил и работал судья, и все у него было хорошо. Проходит несколько лет, и что мы видим? Мы видим этого судью, уже бывшего в Москве ночью, в холод, в ОВД, куда его не пускают, в суд, его тоже не пускают, не берут заявления, потому что судья восстал, бросил все и стал адвокатом. И занимается защитой политзаключенных и задержанных на митингах, в том числе. И делает он это прямо сейчас. Мы неделю не могли поймать адвоката Илью Уткина, который все это время, и день, и ночь, провел в ОВД, период ОВД, в судах, защищая задержанных на московских протестах. Привет, Илья! Ну и как тебе жизнь бывшего уже судьи? У меня много навыков осталось уже навсегда судейских, но в принципе адвокатская жизнь, она мне более симпатична. Это свобода. Я все время хотела тебя спросить, когда наблюдала за судьей Репниковой, Натальей Репниковой, судью Симоновского суда, которая, собственно, отправила Навального за решетку. И это мы понимаем с тобой, что это только его первый срок, все только начинается. И вот судья Репникова, вот у нее есть одно мгновение в ее жизни судейской, когда, вопреки всему, вопреки тому, что ей говорят по телефону, вопреки всему тому, как ее проинструктировали, вот она написала решение, вот она выходит и говорит, конвой свободен, Навальный выходит. Почему судьи этого не делают? Самый значимый политический процесс в России за последние, да нет, вообще самый значимый, такого больше не будет и не было. Почему она этого не сделала? Почему? Это же элементарно, Ватсон, быть адвокатом не так уж и плохо. Ну, начнем с того, что чтобы... У нас 20 лет была чистка судейских рядов. Всегда, когда мы в школе общественного защитника, доходит до меня очередь, я рассказываю, что такое суд, другого примера, чем скованный одной цепью. Вот текст этой песни всегда у меня приходит на ум, я всегда его ставлю в пример. Вот там, что ни строчка, то моя прошлая жизнь. Судьи, которые сейчас подошли к 20-му, к 21-му году, они не те судьи, с которыми я работал раньше. В те годы, когда я работал судьей, были более смелые решения, приговоры. Вот те, кто хорошо и правильно, как ему казалось, выносил, но неправильно для системы, те адвокаты. А те судьи, которые дошли до 20-го, 21-го года, они слишком держатся за мантию, за кресло, за зарплату, премии, пенсию. Да, зарплата, если ты хороший адвокат, ты можешь тоже хорошо зарабатывать. Да, большая пенсия, но ты свободен. Ты не сидишь в суде, суд радончик, работа судей действительно очень тяжелая. Да, действительно, и тяжелая, и неблагодарная, да. Но что мешает тебе воспользоваться этим мгновением будущей славы? Ну что, что в этой мантии такого, что в ней? Вот власть над людьми? В том числе. Один мой знакомый однажды рассказывал такую историю, в далеком тоже моем прошлом, что он ухаживал за молодой девушкой, выпускницей юридического факультета. А потом, когда узнал, что она стала судьей, он сказал, я так и представляю, что у меня там на кухне, дома, жена судья, вот эта вот властная женщина, которая привыкла решать судьбу людей, да упаси Боже, и они расстались сразу после этого. Я, как все судьи, в моем далеком прошлом, я и все судьи судейского корпуса проходили обследование на IQ психологическое, полный комплекс исследований личности. И врач, который со мной проводил это исследование, он сказал, что удивительно, но мне не быть судьей, потому что вот авторитарность, жестокость, это вот те качества, которых у судей проявляются с годами. Он сразу сказал, что я по этим показателям вообще нетипичный судье, мне им не быть. Как в воду глядел чертяка. Но мы сейчас видим, то есть сейчас видят весь мир, и видим все мы практически в прямом эфире, какие решения выносят судьи. Когда мальчика путают с девочкой, когда там, естественно, ничего не заслушивают, видео не видят и так далее, и так далее. То есть это уже все видно всем, что судья, человек подневольный, ему совершенно наплевать. Как ему позвонят, так он и сделает, так он все и решит. То есть это позор на весь мир, и люди на это соглашаются. То есть это уже демонстрация не судебной власти и не судейской власти, а демонстрации власти каких-то людей над судьями. То есть мы уже видим, что это тоже маленькие люди, у которых на самом деле нет никакой власти. Сейчас власть отняли у судей? По сути они сами ее отдали. Они ее разменяли как раз на те самые пресловутые зарплаты. Многие судьи, которые были наставниками тех судей, которые сейчас, они прошли 90-е. И вот эти люди, понятно, что когда наступили жирные годы и стала приличная зарплата, эти люди стали формировать тех судей, которые шли к ним учениками, что нужно держаться за это место. Ну и в итоге получилось то, что получилось. Ну и плюсом не нужно забывать то, что судьи-то стали брать людей проверенных, бывших следователей, прокурорских работников, которые всю жизнь работали на госсистеме. И для них судейство – это шаг почетной хорошей пенсии. Мы с тобой, конечно же, знаем фразу, которая повторяется из процесса в процесс, которую я лично ненавижу, когда начинается один и тот же рефрен – не зли судью, не зли адвокат, не зли судью. Подсудимая – не зли судью, хуже будет. Не злите судью. Это правда? Не надо злить судью? Такие ситуации бывают. Они были и в моей практике, что те ходатайства, которые подает какая-нибудь сторона защиты, как правило, она, ущербная сторона в нынешнем процессе, заявляют те ходатайства, которые я, например, как судья, когда я был судьей, воспринимал как затягивание моего времени. Типичный пример – это, если заявляется отвод судья. Это надо уходить в совещательную комнату, это нужно писать определение, а у меня другие процессы впереди. Это выходить, оглашать, это нагрузка на голосовые связки. Кстати, суди, когда оглашают судебный акт, мне часто задают вопросы журналисты, этот вопрос, почему, когда они читают какой-нибудь, например, приговор, они говорят тихо и спрашивают, уж не стыдно ли им? Нет, просто это нагрузка на голосовые связки большие. Так вот, если сторона защиты заявляет там всякие отводы, день за днем, понятно, что я взбеленюсь. Внешне это не будет видно как, но это будет видно, скажем так, это будет видно в окончательном приговоре, в санкции. В ответственности. Там, где, например, если пограничное состояние было бы между условным сроком и реальным сроком, понятно, в какую сторону чаша весов качнется. А можно выиграть в политическом процессе? По-разному бывает. Что значит выигрыш в процессе? Расскажите. Выигрыш в процессе – это оправдание. Что, в наше время оправдание? По административному или по уголовному делу? Да по любому. Если будут судоприсяжные, я думаю, да. Но только если будут судоприсяжные. По политически мотивированным делам не положено нам. Да, я говорю, если когда будет. Это вот тот вариант, который может сработать в нашей стране. Да, но ты знаешь, вот вполне себе политически мотивированное дело, например, физика Данилова, который он там через 15 лет выиграл в Европейском суде по праву человека, а присяжные дважды его оправдывали. Продолжение следует... А присяжные не спасают? Не спасают сегодня, но потому что профессиональные судьи научились давить присяжных. Я много-много историй знаю, когда присяжные готовы были вынести один вердикт, но председательствующий продавливал то решение, которое нужно ему. Я таких историй знаю, даже не тысячи больше. Ну, да, это проблема, которую надо как-то решать. Но все-таки, кроме суда присяжных, у нас другого варианта нет. Илья, мы поймали золотую рыбку в усеченном варианте, на мели, с одним желанием. Она махнула хвостом и говорит, значит так, даю сутки на то, чтобы Илья Уткин провел судебную реформу. В чем главная беда? В том, что судебный корпус, он встроен в общую политическую систему управления страной. Нельзя какой-то элемент взять, изменить или выдернуть, и все вдруг изменится. Нельзя вдруг лишить каких-то полномочий председателя суда, и остальные судьи вдруг вздохнут свободно на утро и начнут принимать совершенно другие решения и приговоры. Такого не будет. Нет, это должна быть комплексная реформа. Но у меня... Я не знаю, как это сделать. Надо, чтобы судебная система была выдернута из системы, чтобы были разорваны связки с исполнительной властью на всех уровнях. Я бы даже вообще сократил бы судейский корпус очень сильно. А если завтра президентом станет Навальный, это как-то изменит стратегию действующих судей? Вот он стал президентом, а суды-то остались прежние. И вот судья Репников говорит, ой, я что-то, кажется, что-то я не то сделала в своей жизни. Но начнем с того, что если от смены президента будет зависеть решение суда, это значит, мы снова прощаемся со всякой судейской независимостью, о которой они так радеют. Не должен судейский корпус зависеть от того, кто президент в стране. Пропала золотая рыбка, пожарим. Хорошо. Много говорится о том, что все судьи, действующие в Российской Федерации, находятся под колпаком у ФСБ. Более того, я несколько лет назад даже слышала на одной прокурорской конференции, прокурор уже на ней отставленный, кому-то там грозил судим, говорил, что все-таки надо использовать наши преимущества, что у нас на каждого есть папочка, как-то вот давайте с ними как-то работать типа поактивнее. Это все правда? Могу только из своего примера судейского рассказать. Когда я уже дал присягу, был назначен судьей, прошло какое-то время, один работник, кадровик, очень сокрушался, что меня назначили, я не помню, как эта бумага называлась. В общем, на меня пришла из ФСБ очень поздно, как он мне объяснил, какая-то бумага на запрос судебного департамента. И якобы в этой бумаге содержалось, что якобы я внедрен в судейский корпус какой-то там бандой. Бандой лидерастов? Да, это было про меня, а лет мне было отроду тогда 25. И вот они очень сокрушались, они понимали, что со мной делать, что я вот... Погорячились они, что я надел мантию. Вот это то реально, с чем я сталкивался по контролю ФСБ. А ФСБ знало? Знало, каков ты? Что ты пойдешь потом защищать политических? Хорошо, ребята работают, а что? Ничего не скажешь. Слушай, а правда, что судьи дают сейчас подписку, что они разрешают переиллюстрировать свои там, свою переписку, прослушку и так далее, и так далее? Мне про это ничего не известно, но не удивлюсь. Подписок мы не давали. Но однажды в приватном разговоре с руководителем областного суда мне было процитировано то, что... короче, меня слушали. Это сто процентов. То, что ты говорил на ухо любимой девушке, например, да? Ну, да. Сейчас я это переварю чуть-чуть. Ну да, мы, конечно, все это понимали и знали, но как-то все-таки слышать это так вот в лоб. Я ведь тоже не знаю, кто этим занимался, чего, но мне было те цитаты, которые невозможно знать, не слушая. давали понять, что тебя слушают и что ты на крючке, да? То есть, типа, парень, ты там не рыпайся. Это все с хаханьками делалось. Ну, с хаханьками это обычно все и делается, конечно. Ага. А вот знаменитая судья Хахалева-Краснодарская, которая потом выяснилась, не было юридического диплома и вообще все такая странная очень барышня. Понятно, конечно, Краснодар очень специфический регион, да? Все это понятно. Но я знаю еще, по крайней мере, парочку таких судей вполне себе успешных, у которых было очень сомнительное юридическое образование. У кого-то был сельскохозяйственный институт, у кого-то еще что-то такое. Причем в Москве вполне, даже не в Краснодаре. Это вообще частый случай? Я не могу ответить на этот вопрос. Просто про эти случаи где-то в судейских компаниях не принято делиться, что никто не будет хвастаться, что вот у меня диплом такой-то купленный в таком-то переходе, рекомендую. Про это может знать только кадровики или не доложить кому-либо. Все. Других вариантов. Этот диплом в личном деле все данные про каждого судью есть и доступ к этим личным делам имеет совсем единица. Что там в личном деле судьи? Там есть какой-то компромат или наоборот какая-то стоит галочка, что это прям этим можно управлять, а это так себе мужик с противным характером. Что там в личном деле? Вообще личное дело судьи оно очень формализованное набор документов папочка открываем анкета копия диплома копия паспорта фотографии дальше пошли решение квалификационной коллегии о назначении присяга судье с росписью потом может быть там несколько какие-то жалобы на судью решение квалификационных коллегий о присвоении квалификационных статусов решение квалификационных коллегий рекомендации на вышестоящую должность вот такие чисто внутренние документы самое интересное находится на внутреннем листе как вот эта часть если вот эта лицевая сторона делала то самое интересное находится вот в этой части не знаю как ее позвать а там конверт там конверт запечатанный и проштампованный и внутри этого конверта как раз вот то психологическое исследование этого судьи которое давали врачи психологи и психиатры Оно всегда запечатано Всегда К нему доступ имеют Вот те единицы, которые имеют доступ к личному делу Вот из этих совсем единицы Имеют к содержанию этого конверта Вау То есть это самое интересное Моя жена сказала, что если бы она До свадьбы прочитала, что там написано было Не вышла бы замуж Раиса Я хотела спросить тебя Про письку Письку сосите Это было в московском арбитражном суде Выяснилось, что Кто-то, судья Когда писал судебное решение Ставил Печатая на белом белый шрифт И в конце решения писал Письку сосите Типа отказать вам Письку сосите И это было не видно Пока кто-то не сделал Ну копипаст А при копировании белое становится черным И стали копировать все решения Этого суди И выяснилось, что после каждого решения Письку сосите Да Любопытно Такое вообще Понятно, что это редко выплывает наружу Но мы же помним Разные скандалы с судьями Пьяный судья с рулем Судья в манте без трусов Там где-то сидит Там на столе И так далее И так далее И у меня такое ощущение Что это довольно Распространенное явление Неподобающее поведение судей Просто это то, что выползает на поверхность Как там у вас было-то? Нужно понимать, что в суде работают не только судьи Но есть люди Совершенно бесправные Беззащитные На которых судья сваливает Процентов 80 своей работы Это помощники и секретари судей Так вот, я убежден Что вот эта вот фраза Она родилась Благодаря Какому-то психозу Помощника Либо секретаря судей Который печатал очередной судебный акт за судью И думал в голове Вот судья Вот он носит мантию Вот у него такая зарплата А за него горбачусь я У которого зарплата вообще мизерная И стану ли я судьей или не стану Зависит вот от этого человека Но на судью своего он сорваться Ну никак не может Для этого есть Те граждане, которые в суд обращаются И так родилась эта фраза Это вообще не судейская тема Не судейская история Скорее всего, конечно, это помощница Или секретаря Она в итоге станет судьей Как мы это понимаем Да, безусловно Потому что по статистике Сейчас, по-моему, уже 50% судей Набирают из секретарей и помощников Раньше по-другому было? Раньше все-таки был приоритет Набирать из следователей прокурорских Это лучше? Для людей что то плохо, что это плохо Бывший следователь Будет выносить такие решения Не может человек Который всю жизнь видел черное и белое Вдруг одеть мантию И стать другим человеком? Невозможно Совсем другая история Помощник судей Или секретарь судей Который Как вол Тащил этот груз Был совершенно бесправным Я много видел Как девчонки Помощники судей Плачут втайне от своих судей Где-нибудь там в уголочке суда Мне плакались там Что совсем ироды Изводят И потом этот человек становится судьей Одевает мантию Получает власть Что они там нарешают? И то и другое плохо И бывший следователь плохо И бывший помощник тоже плохо Бывший помощник еще хуже Потому что он даже жизни-то не видел За стенами суда Если это девочка или мачек Которые пришли после получения диплома Они реальной жизни не видели Они не работали на предприятиях Они не защищали людей Сами в судах Не выступали в качестве представителя Какой-либо стороны Они вообще не готовы Не то что к работе судей Они к жизни-то не готовы Они ее не видели Эту жизнь А судьи взятки берут? Ну тоже вот Сложный вопрос Ну да или нет? Я с севера Там другой регион Может на юге Как-то по-другому Однажды мой коллега Выскочил красный Просто вот И кричал Мне, как сантехнику Бутылку водки предложили Вот это все Я тоже обиделась А когда так Не знаю В мое время было все по-другому В судебной практике Вот в твоей личной Были какие-то дела О которых ты сейчас вспоминаешь И говоришь Вот вернуть бы все назад Я бы по-другому решил Да Да Скажешь? Или пусть это в себе будет? Я не настаиваю Это прямо из глубины себя Придется доставать Но тем не менее Рассматривал однажды Дело Да, рассматривал дело О жестоком обращении с детьми Там мать загуляла В Холмогорах И при минус 40 Малолетнего ребенка Грудничка оставила на кровати И ушла гулять Квартира постепенно Востужалась Ребенок орал Соседи взломали Дверь И спасли ребенка Возбудили уголовное дело Ее привлекали И я шел по коридору И услышал Как адвокат говорит Моя-то мамаша Что не переживай По этим делам Всегда дают условку И вот меня тогда зацепило Я был молод и глуп Ах, адвокат, ты так говоришь Ты за меня решаешь Ну, получи, мамаша Реальный срок Я бы сейчас это дело Пересмотрел бы, конечно Потому что ребенок должен С матерью Какая бы она ни была Расти, мне кажется Ну, с родителями С матерью, с отцом Тюрьма не выход Вообще не выход Да, я бы пересмотрел это дело Как бывший судья И как адвокат И как юрист И как опытный человек И как человек Который занимается Политическими делами В том числе Что будет с Навальным? Ну, все будет зависеть На самом деле От Как мне не нравится этот штаб Но тем не менее Да, ничего более существенного Предложить не могу От политической воли От первого лица На самом деле На самом деле Он разменная монета стал Я не понимаю Почему он приехал Поэтому мне трудно Ответить на этот вопрос Никто не понимает Мне кажется У меня это не укладывается В голове Если бы я понимал логику Я бы понимал Какие контрмеры К нему могут быть применены Я бы мог просчитать Хотя бы Дальнейшее развитие событий Но ведь 2,8 Это далеко не все Да, мы все это понимаем То есть вряд ли мы встретим его Через два с половиной года На улицах Москвы Какая будет Москва Неизвестно Ваши же слова, да Что у нас такая страна Что мы Вечером ложась в одной стороне Можем утром проснуться Совсем с другой Это ваши слова, Евгения Я их запомнил Я с ними и живу И другим цитирую Я пойду выпью Очень жду тебя в береге Спасибо большое, Илья Спасибо, Илья Соскучилась Не за что Россия будет свободной Не слышу Россия будет свободной Да Далой царя Не отвечай Не отвечай Тебе нельзя У меня еще пока статус есть Адвокатский Просто Просто запомни еще и это Спасибо Спасибо